всем привет у меня в руках новый фонарь от компании lumen top называется tool и и 20 версия из титана но всяком случае так обещают о чем гласит вот эта замечательная наклейка она достаточно сильно отличается эта версия визуально от всего того что мы привыкли потому что все-таки титан это титан прекрасный прекрасный внешний вид стальная клипса покрытая то ли золотом только какой-то золотой краской в общем выглядит очень эффектно я к сожалению наверное на видео не смогу передать но очень очень красиво близкучи и яркучи но при этом этот блеск не такой вот дешевый если бы он был весь желтый то наверно не так то было бы интересно но лично мне а так как он такой белый блеск у него и вот это вот желтая клипса оттеняет то достаточно неплохо давайте посмотрим комплектацию потом уже про сам фонарь если интересный габаритный размер а вот его положил как раз таки одна клеточка один сантиметр длина у него восемьдесят девять с половиной миллиметров здесь у нас восемнадцати шесть миллиметров заодно вы видите прекрасная просветленная оптика диод по центру вообще великолепно рефлектор гладки так ладно давайте обо всем поподробнее комплект идет вот такая вот инструкция в которой заявлено что фонарь мультитопливный это действительно так он может питаться как от лития 14 500 так и от обычных батареек либо аккумуляторов никель металл гидрид например вот таких вот они лупов в тестах написано что именно эти не лупы которые вот я поставил были использованы для того чтобы рассказать какая яркость сколько времени будет что работать но опять же вы видите это на экране поставите на паузу посмотрите падение с полутора метров ip68 погружение до двух метров ну и так далее так инструкция идет я так понимаю что для обычной версии здесь нет разделения о том что эта версия титановая поэтому в инструкции может встретиться такой момент есть на русском она о том что используется анодирование высшей третьей степени премиум какой-то мега офигенная но обычное анодирование третьей степени так вот здесь его нет потому что эта версия титановая почему не сделали отдельную инструкцию вопрос конечно такой себе на ощупь ощущается иначе чем алюминий хотя если это был бы просто голый алюминий он скорее всего бы достаточно быстро скородировал но здесь все прекрасно гравировочка по поводу нагрева голова нагревается нагревается достаточно интенсивно даже если использовать обычные батарейки то есть на максимальном режиме это все дело прогревается если литий 650 км то естественно еще больше прогревается имейте это ввиду мы никак не перейдем к самой комплектации аккумулятора или батарейки в комплекте кстати нет зато я постарался все упаковать опять в эту коробочку надеюсь у меня получилось достать бы еще что идет в комплекте в комплекте идет бархатный черный чехол ну такая бархатистая черная поверхность достаточно приятная на ощупь внутри естественно материал несколько иного характера и не настолько приятен на ощупь но видимо для хранения фонаря здесь даже выгравирована люментоп но я постараюсь сейчас вам это показать вот надеюсь сейчас это видно как-то вот ведь люментоп даже на самом самом там мешочки далее идет клипса вначале не она мне показалась маленькой но на самом деле даже на мою большую руку она одевается вполне себе легко и если бы она была длиннее то нужно было ставить уже дополнительный ограничитель а здесь его нет и хорошо обычная клипса тоже ничего такого рассеиватель рассеиватель сейчас отдельно поговорим 2 2 2 колечка zip набор по ринге рассеиватель светонакопительный то есть он мягкий силиконовый то есть вы когда его ставите на голову включаете потом выключаете он светится какое-то время очень удобно включаете выключаете вы кнопкой кнопка тоже как вы видите светится имеет такую замечательную синюю подсветку ночью это видно вообще прекрасно днем конечно но и при ярком освещении как сейчас у меня не очень но она великолепно управлять вы можете как хвостом так и головой откручивая и закручивая ее туда-сюда что я вам доложу достаточно удобно то есть вы можете менять режимы с помощью головы это прям это прям классно по поводу накатки на достаточно агрессивная при всем своем виде как кажется что ну обычная накатка нет она достаточно агрессивная она очень цепкая из руки не выскользнет из то есть управлять головой невероятно удобно хотя обычно такая накатка у меня вызывала большие сомнения в том что вообще здесь как 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 и чего вес у него 40 грамм без батареи с батареи естественно плюс еще вес батареи в инструкции которая видимо как я уже сказал идет от обычного алюминиевого здесь вес 23 5 грамма да то есть вот там уж думайте сами что вам что важнее что еще одну клипса клипс хорошая в меру мягкая в меру жесткая как раз такая какая должна быть это конечно же не наключник но тем не менее такой миниатюрный dc мультитопливный фонарь мы как раз недавно на стримах говорили с моими подписчиками о том что кто какие фонари берет и там речь заходила о том что люди некоторые любят брать именно на обычных батарейках фонари но вот этот может работать на обычных батарейках плюс еще и на литии так я не вижу куда я делал эту обычную батарейку focus focus удался и она куда-то исчезла а вот она все нашел вот наша обычная батарейка давайте посмотрим что внутри внутри сейчас у меня установлен самый дешманский литий которому наверное без малого лет 10 это еще тот самый самый первый сейчас вы увидите и посмеетесь конечно самый первый trust fire ни в коем случае сейчас такие аккумуляторы не покупайте их ты раньше было приобретать не очень-то разумно но бывали иногда интересные партии сейчас таких партий но как бы на свой страх риск потому что внутри может оказаться песочек и емкость будет совершенно никакая здесь на удивление действительно емкость штатная 700 или или 750 миллиампер было я честно говоря сейчас не вспомню вот недавно замерял но я решил его использовать на тестах попробовал с другим ли тем светит точно также решил что оставлю этот заодно покажу вам такую чудную диковинку кто-то по ностальгирует все-таки как-никак 10 лет пролетело эти аккумуляторы наверно еще где-то продаются до сих пор как фонари под подобным брендом переходим кнопки кнопка как видите тоже выполнена из титана этого всего такого материала кстати резьбы немного смазаны но ощущение от откручивания совершенно иное чем если это не ржавеющая стали чем если это алюминий ну может быть мне так кажется может я надумал это себе но как-то так сюда вставляете ключ отворачиваете вынимаете кнопку для ну какой-нибудь ревизии чистки или замены или еще чего-нибудь опять же удобно титан а я надеюсь это все-таки он ведь какой он близкучи что не нужен никакой фонарь чтобы заглянуть в плюсовой контакт но в принципе он нам и так не нужен мы можем открутить отсюда все это дело и заглянуть вот так голова обычно ничего не выглядывает никаких элементов smd не раскидано вполне себе неплохо анодирование естественно никакого сверху не имеется потому что но кто что что будет анодировать одну тут колечко одно здесь колечко такая вот влагозащита вот опять же кто хочет может головой переключать аля игл теки какие-нибудь кто хочет может на кнопку переключать это ли не прекрасно конечно замечательно давайте я поставлю теперь вот обычный самый аккумулятор не обязательно именно такой емкости можете устанавливать любой другой какой больше нравится вперед из песни да вот ощущение вот как резьба ходит совершенно другое переключается если так вообще режимы полу нажатием на кнопку тут режимов достаточно много стробоскопа есть ну то есть хватит всем плюс имеется memory да то есть четыре же режима яркости стробоскоп спрятаны за двойными кликами и режим памяти вполне как я уже сказал хорошо давайте смотреть ночные тесты еще раз посмотрю вот на оптику и начнем ночные тесты оптика просто великолепная мне лично ну такое исполнение нравится во первых она просветленная во-вторых гладкий рефлектор что тоже неплохо ну и вот сама по себе смотришь видно что сделано хорошо дорого по поводу диода варианты разные бывают если вы даже не не титановый решите взять и обычный то там есть и крик спель ажди либо нича 219 сети то есть можете посмотреть по выбирать я оставлю ссылки в описании все это можно найти на алиэкспресс либо в магазине люмен топ и также оставлю в описании промо-код который дает скидку моим зрителям я надеюсь он еще работает но вот в прошлом видео мне писали что работает даже старый промо-код это круто конечно так что пользуйтесь ладно давайте смотреть ночные тесты с теста и конечно что проводил на литии потому что ну смысл проводить на обычном аккумуляторе когда вы можете посмотреть литий который светит в 300 люмен на не турбо режима а на максимальном и прикинуть что примерно так же будет на аккумуляторе никеле 270 люмен там 270 и 300 разница не очень-то большая но вот так вот он светит конечно литий до 650 люмен в таких размерах это всегда интересно всегда поражает воображение а вот вернемся к фонарю фонари мне кажется все таки больше подарочные либо коллекционным и не каждый может такой из себе взять в виду того что если пользуетесь в условиях ну каких-то грязных то это будет все пачкаться некрасиво обычно мы берем утилитарные черные фонари с черным анодированием чтобы но не переживать на этот счет а этот конечно весь блестит весь красивый будет жалко то можно все помыть но тем не менее это так лично мое мнение где бы его кто бы что использовал как подарок он мне кажется вообще очень шикарно как какой-то на каждый день но почему бы нет конечно почему бы нет особенно мне конечно оптика я прям я прям в восторге мне нравится когда и используется просветление это это хороший тон особенно когда там что-то заявляют типа там у нас там медный фонарь или там титановый или еще какой-то просветления нет это не очень радует здесь и просветление в оптике и отражатель гладенький идиот по центру ну просто ну смотрите какая лапочка прям лялечка офигенный фонарь ладно это я уже тут свое субъективное мнение высказываю почему это потому что я все уже рассказал про этот фонарь претензий к свету нет режима вы посмотрели кому интересно вернетесь поставите на паузу либо перейдете по ссылке в описании модель интересная возможно не каждому не такая нужна но с другой стороны я думаю что многие такую захотят заиметь в коллекцию вот ну либо может быть просто как-то необычно знаете а что у тебя за фонарь титановый фонарь сейчас все титановое есть лопаты титановые ламы титана титановые ложки кружки там что хочешь чашки вот всякая утварь для туризма все титановое есть выживальщикам очень нравится вот можно еще сказать и фонарь титановый взять с золотой эклипсой не скажу что как-то дешево выглядит в то же время не скажу что как-то броско выиграть выглядит не могу назвать его знаете там цыган фонарь есть такие фонари но вот этот не получается так назвать белый цвет он достаточно благородно смотрится это не блескучая золото ну сами посмотрите и вещь прям таки замечательная например ручка и фонарь такой и dc набор офисного выживальщика который может себе позволить так скажем красота красота ладно на этом все друзья спасибо всем за внимание спасибо тем кто поддерживает на патрина и бьюсти присоединяйтесь если вы это еще не сделали замечательные сообщества приходите на стримы если у вас есть какие-то вопросы вам хочется пообщаться на тему какой-то про фонари или еще что-то подобное стрим проходит кстати на лайв канале где распаковки ссылочки на это все в описании нажмите перейдите подпишитесь один раз сделаете потом не забывайте заглядывать и собственно попадать на эти самые стримы вот такие вот дела у микрофона был олег гром я с вами прощаюсь яркого вам света в любое время суток и говорится до скорых встреч пока а